МАМИНА ШКОЛА Смотрите в программе. Беременность и роды во время карантина. Что почитать, пока ждёшь малыша? Почему мы моем руки неправильно? И рецепт. Быстрые куличи на Пасху. При планировании никто и представить себе не мог, что беременность и роды пройдут в условиях карантина. Как изменилась работа столичного роддома, нам сегодня расскажет акушер-гинеколог Центра матери и ребёнка Светлана Тостановского. Светлана Валерьевна, добрый день. Здравствуйте. Беременная женщина больше, чем остальные люди, подвержена риску заражения COVID-19? Нет. По статистическим данным мировым, российским, китайским, они первые столкнулись с этой пандемией, и европейским, беременные женщины находятся в зоне минимального риска. Но поскольку это всегда две жизни, то и думаем мы, соответственно, умножаем на два этот риск. А как сейчас ходить на консультации гинекологу, у которого беременная стоит на учёте? Ведь этот визит не только для того, чтобы взвеситься. Беременная, возможно, хочет задать какие-то очень важные вопросы доктору. Диспансерное наблюдение беременной велось врачами амбулаторного звена, врачами-акушерами-гинекологами наших женских консультаций, которые в поликлиниках работают. И сейчас в связи с карантином, наверное, это самая большая проблема и самая большая сложность, с которой мы столкнулись. Поскольку карантин тотальный, карантин серьёзный, карантин жёсткий, но он себя оправдывает для того, чтобы не вызвать вот этот пик неконтролируемого роста коронавирусной инфекции заболевших пациентов, чтобы наши учреждения здравоохранения могли справиться с этим наплывом больных, и в том числе тяжёлых больных, мы ввели карантин. Но беременные женщины, пожалуй, находятся в самой большой группе пострадавших в моральном плане, но также и в плане диспансерного наблюдения. Попасть к доктору в женскую консультацию сейчас можно только по строгой предварительной записи, обосновать свой визит к врачу. Плановых визитов практически не существует. Если раньше раз в 4 недели, раз в 2 недели в третьем триместре беременности, то сейчас это временно отменено, и не соблюдаются такие правила наблюдения. То есть к доктору ты можешь попасть, только если тебя действительно что-то тревожит? Да. Запись через регистратуру или напрямую к своему участковому врачу. Если этот визит обоснован, например, какие-то жалобы, или открыть декретный отпуск, больничный лист по декрету, или направление на скрининговое УЗИ, безусловно, доктор примет такую беременную женщину. Если есть необходимость в экстренной консультации, ничего не поменялось, скорая помощь функционирует, функционируют женские консультации для направления в стационар, и мы в приемном покое готовы принимать таких беременных круглосуточно. А как теперь рожениц принимают в приемном покое? Раньше ты пришел, принес свои пакеты со своими вещами, со своим постельным бельем, с тем, что тебе нужно. А сейчас можно? Не все изменилось. Принимают рожениц намного строже в плане зоны, которая соблюдается неукоснительно обработки рук, обработки поверхностей, обязательно ношение маски, обязательно ношение бахил, и рекомендуем одевать перчатки. Но мы в любом случае антисептиками руки обрабатываем. Вот что касается пакетов, которые мама берет с собой на роды. Все осталось точно так же. И постельное белье можно, и любимую пижамку можно, и для малыша красивые комплекты нужно и можно. Все, что мама приготовила, все, что она в своих ручках держала, должно прийти с ней на роды. Но это должно быть упаковано в герметичные пакеты, для того, чтобы мы на входе в приемное отделение, на входе в родильный дом могли эти пакеты обработать полностью антисептиком, чтобы они были герметичные, и вещи, которые находятся внутри, не пострадали. Это соблюдается в любое время дня и ночи. Если днем, то это стол передачи, стол справок. Если в вечернее, ночное или выходные дни время, тогда это делает акушерка и санитарка приемного покоя. Девять месяцев ожидания наполнены новыми ощущениями, открытиями и, конечно же, знаниями. И очень хорошо, если к этому событию женщина готовится заранее. Помочь в этом вопросе, конечно же, смогут профессионалы. Я буду мамой. Это книга-гид по беременности, родам и первым месяцам жизни малыша. Она нужна, чтобы узнать побольше об этом волшебном процессе, и чтобы беременность стала одним из самых ярких и приятных периодов жизни. Календарь беременности от первой до сороковой недели. На третьей неделе эмбрион не больше макового зернышка, а на седьмой уже как ягодка черники. После девятой недели эмбрион уже называют плодом, и размером он с оливку. Второй семестр самый приятный. Примерно на восемнадцатой неделе большинство будущих мам чувствуют легкие движения малыша. Они похожи на бабочек в животе. Листаем книгу дальше. Знаете, что нет ни одного доказательства того, что по форме живота можно определить пол ребенка. Это миф. А вот прогнозы с помощью материнского инстинкта довольно точные. Мамы чаще всего угадывают, кого ждут. В книге много советов о том, что делать, если мучает токсикоз. Список необходимых вещей для мамы и младенца. И, конечно, признаки, по которым можно понять, что уже пора выезжать в роддом. Описан поэтапно весь процесс родов, а потом важные нюансы прокормления, сон и питание малыша. Мамина школа рекомендует. Сегодня говорим о том, как выносить и родить ребенка в условиях карантина. А ответы на вопросы мам, у которых сейчас очень много тревог, дает Светлана Тостановская. Светлана Валерьевна, партнерские роды. Что с ними сейчас? Можно с супругом или всех оставляем дома? Это, к сожалению, запретная история. Безусловно, роженица с большим удовольствием приходит на роды с партнером. Подержать за руку помощь эмоциональная, физическая помощь. Мы так много пропагандировали и так много усилий приложили, чтобы ввести партнерские роды. Изменить менталитет наших женщин и наших мам, будущих и пап. Но сейчас для того, чтобы соблюдать строгий карантин, мы вынуждены были отказаться от этой позиции от партнерских родов. Мы понимаем, что это психологически сложно для роженицы. Но персонал родильного дома, персонал родильного отделения, акушерского отделения, родильного зала полностью берет на себя функции партнера. Кроме функции профессионала, кроме функции врача, акушерки и нянечки, мы сейчас являемся необходимым партнером для каждой женщины. У нас соблюдается индивидуальность. Индивидуальный родильный зал, индивидуальные послеродовые палаты. Мы по-прежнему практикуем ранний контакт кожи к коже. Мы по-прежнему, если женщина здорова, если с ней все в порядке, мы по-прежнему раннее прикладывание к груди практикуем и пропагандируем в первый час после рождения ребенка. Мы по-прежнему только совместное пребывание. 24 часа мама и малыш. Это соблюдается так же, как и соблюдалось. Но сейчас нельзя показать и похвастаться своим малышом, своим близким, родственникам, получить слова поддержки и ласковые взгляды напрямую. Только по телефону, только через окошко. И как в старые добрые времена в родильном доме, когда-то так и было. Сейчас, благодаря современной технике, наверное, все-таки это немного легче. Сейчас нет торжественной выписки. Сейчас нет выписки как таковой вовсе. Мы просто вручаем маме малыша, и мама выходит, ее встречают на улице родственники. Все усложнилось. Но это временная мера, ее нужно пережить. Мы работаем так для того, чтобы сохранить здоровье мамы и малыша. Мы пытаемся защитить не только своих пациентов, мы и свой персонал пытаемся защитить. Мы учреждения третьего уровня. Больше в республике нет такого родильного дома, как наш центр матери и ребенка. Если хоть кто-то заболеет? Если кто-то начнет выходить из строя, мы оказываем помощь по санитарной авиации всей республики. Мы берем на себя самые тяжелые случаи в республике, которые есть, и готовы оказать любую помощь. Ведь у нас нет направлений в Кишинев, лечения за пределами. Все у нас, все в нашем родильном доме. Но с пониманием у роженицы относится никто и не возмущается. Очень большое спасибо. С 21 марта введен строгий карантин. У нас не было ни одной конфликтной ситуации. У нас не было ни одной жалобы ни в Министерство здравоохранения, ни на уровне администрации нашего учреждения. Наши мамы говорят нам спасибо за то, что вы так все соблюдаете. Спасибо, что вы нам померяли температуру на входе в роддом и обработали наши руки. Спасибо, что вы соблюдаете режим изоляции внутри. Спасибо, что вы так строго ко всему относитесь и не идете ни на какие уговоры. Вы знаете, это очень важно для нас, понимание со стороны наших пациентов. Да, потому что когда все вместе делают одно дело... Обязательно получится. А может быть тогда сейчас самое время дома рожать или доктора домой к себе привезти, или вообще конференцию устроить по скайпу или в зуме? Интересный вопрос. Наша система постсоветского здравоохранения не предполагала никогда и не предполагает сейчас введение домашних родов. Безусловно, много европейских стран такую практику используют. Но это две акушерки с высшей квалификационной категории, это машина скорой помощи, которая находится возле дома, возле подъезда, готова в любую минуту транспортировать пациентку в ближайшую клинику. Нет, у нас нет понятия домашние роды, у нас нет возможности доктора или акушерку пригласить домой и принимать эти роды в домашних условиях. У нас таких практик не существует. И по моему глубокому убеждению, а я, наверное, все-таки традиционный врач-акушер-гинеколог, клиника имеет возможность оказать любую медицинскую помощь и матери, и ребенку в том необходимом объеме. Пускай все роды будут физиологические, мы будем только рады этому, когда мама родила и через 48 часов дома с малышом. Но, к большому сожалению, количество патологических родов неизменно возрастает. И только профессионалы, только медицинские работники, только служба акушерства и неонатологии готова справиться с любой ситуацией, которая может возникнуть. А роды ведь это такое дело, там быстро все идет. Если что-то пойдет не так, то ты можешь просто не успеть, даже если захочешь попасть в гостю. Да, это так. Это действительно так. И напомню еще раз, это всегда две жизни. Казалось бы, все знают, как правильно мыть руки. Что тут сложного? Как в мультике намыливаем и смываем. Но исследования показывают, что не все знают, как это делать. Поэтому прямо сейчас дадим мастер-класс. Мытье рук помогает предотвратить множество заболеваний. И казалось бы, что может быть проще, но оказывается, многие люди моют руки неправильно. Несколько слов о выборе мыла. На самом деле многие предпочитают использовать антибактериальное, но с задачей справляется и обычное туалетное мыло. А вот антибактериальное часто содержит опасный компонент – триклозан, который может вызвать повреждение печени. Процедура должна длиться не меньше 40 секунд. Вот и так мочим сначала руки под проточной водой. Берем мыло. Хорошенько вспениваем. Теперь, когда руки чистые, нужно воспользоваться полотенцем. Я в период пандемии предпочитаю пользоваться одноразовыми. Вытираем насухо. И затем этим же полотенцем или салфеткой закрываем кран. Одноразовые полотенца – это просто необходимость в общественных туалетах, но там чаще можно встретить турбосушилки. Вот так вот, недавние исследования показали, что турбосушилки могут распространять инфекцию и бактерии. Но оставлять руки мокрыми еще хуже. Дело в том, что на мокрые руки бактерии быстрее налипают и остаются там надолго. Для защиты рук от бактерий и инфекций можно использовать гели с содержанием спирта не менее 60%. Антисептические гели помогают убить не только микробы, но и вирусы, но пользоваться ими стоит в ситуациях, когда вода и мыло вам недоступны. Стремление к чистоте рук не должно быть болезненным, однако чистота мытья зависит от ситуации. К примеру, обязательно моем руки до, во время и после приготовления еды, до приема пищи, после посещения туалета, после того, как погладили кошку или собаку или любое другое животное, после контакта с заболевшим и, конечно же, после того, как вернулись с улицы. Мы уже говорили про домашние и партнерские роды в условиях карантина, а сейчас обсудим способы защиты рожениц и персонала роддома. Светлана Валерьевна, достаточно ли в роддоме средств дезинфекции для того, чтобы все обрабатывать и чтобы все хорошо было? Да, и даже более чем достаточно. У нас есть огромный запас, неприкосновенный на сегодняшний день запас. Мы не знаем, какие будут поставки, мы не знаем, какое нас ждет будущее в ближайшие несколько месяцев, и мы готовы вот в таком автономном режиме, в полном объеме осуществлять медицинскую помощь нашим мамам и малышам. У нас есть все необходимые антисептики, дезинфектанты, защитные костюмы, одноразовые маски, есть специально подготовленные средства индивидуальной защиты, специальные халаты. Всем этим оснащен одноразовое белье, мы имеем его в достаточном количестве. Родильный дом оснащен этим не просто на 100%, а на 120% на сегодняшний день. То есть сейчас самое безопасное место в республике? Это родильный дом. Светлана Валерьевна, а если женщина приезжает в роддом на роды, а у нее очевидные катаральные явления, подтвержденного диагноза коронавируса у нее нет, но вот из носа течет, что-то покашливает, вот что вы с такой женщиной делаете, не отправите же вы ее домой? Кроме этого контингента есть еще пациенты, которые находятся в карантине. Например, двухнедельный карантин не закончился, приехал из Молдовы, из Украины или из какой-то другой страны. Или с кем-то контактировал, и эти две недели не закончились, это акушерство, все может возникнуть в любую минуту. На сегодняшний день мы с 21 апреля по приказу Министерства здравоохранения и всех наших руководящих органов мы разворачиваем в гинекологическом стационаре на Свердлово провизорный госпиталь, куда будут госпитализированы все вот такие пациенты, все подозрительные или вероятные. То есть такой карантинный у вас будет? Карантинный. Мы готовы там оказывать медицинскую помощь в полном объеме, у нас там будут работать очень квалифицированные сотрудники, и оснащение родильного зала будет вот так же в полном объеме, как сейчас в родильном доме. Но сегодня мы таких пациентов все равно вынуждены принимать. Сначала они едут в инфекционное отделение, если есть для этого время, и позволяет ситуация акушерская. Если акушерская ситуация не позволяет, то у нас развернут индивидуальный родзал, который сообщается с улицей, который имеет отдельный индивидуальный вход, где мы готовы принять такую роженицу, если это потуги, например, если это вот такие активные роды, мы не можем ее никуда отпустить, она не будет рожать в машине или на улице, мы обязательно примем ее в медицинское учреждение. Медицинский персонал будет в таком случае полностью защищен. И так же точно будет защищена мама. Ведь мы знаем, это руководство на сегодняшний день неукоснительно будет соблюдаться. Если родила мама подозрительная или вероятная по ковид-инфекции, ребенок и мама идут на разлучение. И я хочу, чтобы все наши женщины, попавшие в такую ситуацию, это понимали. Две недели карантина, две недели изоляции, как бы тяжело это ни было. Две недели мама не может поцеловать своего малыша и взять на руки. Это будет искусственное вскармливание. Несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения в своих последних рекомендациях дает нам основания думать о том, что и контакт кожи к коже, возможны кормления, возможно, но это не доказанные пока рекомендации, и мы их пока только лишь к сведению принимаем. Но на самом деле, да, изоляция. Пока ребенок и мама до подтверждения каких-то результатов будут на изоляции, надо быть к этому готовым, надо быть к этому терпимым. И мамы, попавшие в такую ситуацию, не должны закатывать какие-то скандалы или истерики. Они должны понимать, что мы действуем в интересах новорожденного малыша. Для того, чтобы разобраться в ситуации и поступить правильно. Нет на сегодняшний день подтверждения, что есть вертикальный путь передачи. От мамы к ребенку через плацентарный барьер. Надеемся, эта инфекция не передается. И через молоко вроде тоже. И через молоко вроде тоже. Времени еще мало прошло, чтобы 100%... Аэрозольный. Слишком мало сейчас научных рекомендаций в литературе. И мы не можем базироваться на тех знаниях, которые мы имеем. Лучше защитить ребенка новорожденного, который вот только-только появился на свет. У него еще нет стойкой иммунной системы. Лучше защитить, переждать эти две недели и потом быть вместе в счастливой семье. Наверное, сейчас, Светлана Валерьевна, не самое лучшее время и для планирования беременности. Как вы считаете? Наверное, не самое лучшее время. Есть рекомендации Всемирной организации здравоохранения, где четко написано, что женщина, заболевшая коронавирусной инфекцией, до 12 недель беременности должна рассмотреть вопрос о прерывании беременности. Это болезненно, это психологически и физически очень тяжело. И не нужно допускать таких ситуаций. Лучше будет планированное счастливое материнство. Не знаем, как будет влиять вирус на эмбрион. Не знаем, каким аномалиям и порокам развития он будет приводить. Таких данных в литературе просто еще не существует. Мы это мониторируем. Поэтому, наверное, планированную беременность стоит отложить на какое-то время. Светлана Валерьевна, спасибо вам большое. Все разъяснили. В каких-то вопросах явно успокоили, в каких-то убедили, что все хорошо будет. Я надеюсь, что к вашим рекомендациям все наши женщины прислушаются и все у нас будут здоровы. Спасибо, здоровья. А у нас же Пасха на носу. В этом году в церковь не идем. Избегаем большого количества народа. А вот печь быстрые куличики по рецепту супермамы Кати обязательно будем. Куличи, которые не усложняют жизнь, печь такие просто удовольствия. А уж лакомиться ими подавно. Все, что тебе понадобится. Сливочное масло, 4 яйца, 2 апельсина или лимона, сахар, мука, немного сметаны, ванилин и разрыхлитель. Поехали готовить. Мягкое сливочное масло взбиваем с сахаром. Добавляем 4 яйца. Снова хорошенько работаем миксером. Два апельсина, а можно и лимона, трем на мелкой терке. Нам нужна только цедра. А от одного плода сок. Выжимаем его прямо в тесто. Теперь очередь сметаны. Ее нужно четверть баночки. Муку просеиваем, чтобы выпечка получилась максимально воздушная. Ну и поможет нам в этом разрыхлитель. Ровно пачка. А еще нужен ванилин. Перемешиваем тесто. Формочки их будет 5. Заполняем наполовину. Выпекать нужно при температуре 180 градусов 20 минут, а затем еще 30 минут при 160. В лазурь тут все просто. Можно сделать самостоятельно при помощи одного белка и пары ложек пудры. А можно купить готовую смесь. Правда, тогда тоже нужен белок. Куличи больше похожи на кексы. Влажные и сочные с легкой цитрусовой ноткой разлетятся вмиг. Главное, чтобы не до праздника. Карантин на самом деле не так уж и плохо. Особенно во время беременности. Сейчас есть время остановиться и как следует подготовиться к родам. И морально, и физически. Это была программа «Мамина школа». Мы увидимся с вами на следующей неделе. И будем рожать и рождить здоровых детей вместе. Продолжение следует...